всем привет и солнечной греции с вами юля сегодня у нас воскресенье 27 сентября я только закончила снимаете видео о моей рукодельной недели с 21 по 26 сентября и вот начинаю новую неделю которая будет состоять на половину из сентября половину из октября три дня у нас сентября и четыре дня октября вот и я долго думала что мне взять работу с 1 октября у нас начинается два совместных проекта это моя зима и мои любимые коты 3 если кто-то еще раздумывает то пожалуйста переходите по ссылке оставляйте вашу заявку будем вышивать у нас много интересных подарков да и вообще у нас дружная компания и так как с 1 сентября я знаю что я начну вышивать вот эти с 1 сентября с 1 октября вот эти три дня сентябрьских понедельник вторник среда я думала что что мне повышивать и хотелось продвинуть какую-нибудь работу которая немножко у меня застоялась и такая работа у меня моя миробилия моя невеста уже моя старушка потому что два года я и вышиваю вышиваю и все никак не могу завершить ну она мне на самом деле продвинулась очень хорошо я практически все платье вышила почему-то не нашла превью куда-то я его с общими процессами проектами пристроила и теперь не могу найти но вставлю где-нибудь в уголочке фотографию напомню что я вышиваю какой дизайн вот у меня юбка уже практически полностью завершена не осталось вышить юбки совсем немножко да там еще будет девушка еще фон бисера будет много но так как только одну эту работу вышивать я не могу и по практика показала что хотя бы периодические подходы к этой работе дают свои плоды вот эти три дня я буду посвящать этой работе может быть не полностью все три дня может быть один два дня ну сколько смогу все мои вот она у меня находится на моем станочке здесь у меня боковая натяжка установлена ниточки на пока они немножко уже запутались но я и сейчас распутаю поправлю иголочки припаркованные в общем все есть также в этой работе кстати на меня организована вот в такую коробку процесс вот так и там видите много-много бисера есть ниточка ручного крошения потерлились вот такой творческий беспорядок в этой коробке но зато все все удобно думала думала как хранить эту работу организацию хотела все переложить пакет но потом решила ставить коробку она такая классно это и киевская коробка чуть чуть больше формата а4 с хорошей высотой пока помещается все помещается поэтому эта коробка у меня остается и сегодня мы гуляли возле акрополя мы любим там бегать а потом прийти и выпить кофе сок ну это много разных палаток с различными рукоделками кто что продает украшения всякие рукодельные штучки и и была палатка с кожаными изделиями вот такие записные книжки блокноты это натуральная кожа на очень очень плотная эта кожа и человек сам разрисовывает расписывать точнее выжигает и как-то расписывает эту кожу и оформляет вот так на завязочках очень удобно оформляет записные книжки блокноты которые эти блокноты можно будет потом менять да то есть это вот такая книжка обложка куда можно вставлять совершенно различные блокноты вот я себе купила вот такую выбрала с лошадками мне очень понравилось то что здесь есть и зеленый бирюзовый цвет но тематика мне вообще нравится две лошадки такие влюбленные да ну и они красиво украшены зеленым и вот таким бирюзовым цветом обожаю это сочетание поэтому этот блокнотик у меня эта книжка пойдет для каких-то приятных записей а муж выбрал сейчас я покажу записную книжку мужа так прибежала а муж выбрал вот такую книжку вот это у нас здесь платон и аристотель два греческих философа сначала он хотел выбрать другую с кораблем из карты тоже очень красивая но потом я обратила внимание на эту книжку говорю что вот и стиле греческом и тема такая философская ну и здесь очень красивая прорисовка хорошо они проработаны поэтому мы остановили свой выбор вот над этих на этих двух греческих ученых философов вот такой у нас выбор у меня лошадки такие яркие красивые а мужу чтобы он мудрил вот такие греческие философы тоже здесь все у нас на завязочках это вот так завязывается по моему по кругу да здесь какая-то вот так завязывается это все натуральная кожа очень приятно муж уже что-то тут начал писать будем открывать его тайны все очень очень надежно красиво и очень хорошая обработка у этой кожи вот каждый получил то что хотел два блокнота ну что я отправляюсь сейчас вышивать точнее приступаю к вышивке надеюсь у меня получится прогресс получше хотя работа сложная здесь у нас лен 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 36 аккаунта соответствует 18 причем это темный лен шоколадного цвета сложно работать на этой основе нужен хороший свет нужно приловчиться крестики маленькие сначала было тяжело но сейчас я уже более-менее привыкла буду включаться в этот процесс ну и ну я думаю что теперь в субботу я вам покажу что у меня получилось сегодня занимаюсь разбором бисера и когда я говорила что я буду пересыпать мой бисер в банке может быть кто-то подумал что у меня есть такие огромные банки куда я складываю весь бисер на самом деле банки не очень то огромные а вот такие вот небольшие но очень емкие баночки это пластик с хорошей крышкой которая закручивается и этот бисер эти баночки точнее наращиваются вот так одна на другую для процессов очень удобно можно нарастить их сколько угодно и пользоваться для организации и хочу показать вам я все таки сыпала все в одну банку посмотрите как ярко и вкусно смотрится этот бисер как будто это присыпка к пасхе такой сладкий сахарок вот видите вот такой у меня есть бисер тоже сыпали вместе какие-то остатки вот такой есть уже другая цветовая гамма да и есть у меня бисер который хранится пока каждый цвет отдельно это вот такие вот баночки которые тоже по такому же принципу наращиваются одна к другой емкость здесь поменьше но тоже очень удобно я когда делала какой-то процесс подписывала номера на этих баночках и пользовалась бисером можно при работе их раскрутить и ставить на стол и уже каждый цвет видим можно также тоже работать с этим бисером берите его очень очень мало у меня пооставалось каких-то разных процессов и до сих пор вот он хранится в этих банках по-моему это в моей другой иконы от чариной мыть и много бисера может быть еще какие-то будут процессе уже не помню бисера много пока хранится вот так все таки мне девочки правда подсказывают нужно заказать пакетики с алиэкспресс давно нужно было это сделать но я как-то не задумывалась о хранении бисера и вот сейчас все таки наверное я это сделаю как придут так придут потому что бисерные процессы у меня еще будут и вот так хранить это неудобно посмотрите сколько много банок занимают много места я сейчас своем рукодельном шкафчике борюсь за пространство пытаясь что-то там организовать реорганизовать чтобы было по комфортнее посвободнее поэтому мне место очень очень нужно но вот необходимость была такая некоторые остатки все-таки сыпать в банку ну ничего страшного для каких-нибудь поделок даже будет очень интересно брать вот такой цветной бисер мне очень нравится здесь палитра может быть для шовчиков хотя шовчики я не вышиваю в принципе максимум да я могу использовать этот бисер это какая-нибудь без корнюшка пришить туда пару бисеринок что-то сделать на какой-нибудь украшающий элемент либо подвеску из бисер это максимум что я могу сделать вот но с другой стороны рука не поднимается выбросить все это богатство да вот осталось посмотреть золотого бисера сколько много здесь и рубка золотой бисер вот вот такой у меня здесь бисер пойду наводить порядке и увидимся с вами в следующем включении сегодня уже суббота 3 октября вот так у меня получается снимать видео от субботы до субботы потому что я на буднях работаю и вечером не всегда есть возможность да точнее вообще никогда не бывает этой возможности снять видео пока сделаю все домашние дела уже и сил нет на организацию максимум что получается повышевать до этого последнее время столько дел что вышивая не так-то много и у нас в сентябре вот сейчас в октябре идет какая-то аномальная жара очень сильно высокая влажность сегодня 28 градусов завтра 30 понедельник 31 градус с высокой влажностью мы завтра едем на море купаться решили раз уж так погода шалит мы воспользуемся этим моментом и съездим первый раз поеду купаться в октябре я уже 10 лет живу в греции и представляете за 10 лет вот первый раз в октябре поеду купаться но в этом году вообще погода с нами шутит и играет в марте месяцев в марте месяце у нас была температура 40 42 градуса по-моему где-то дней 10 подскочила потом все лето было хороший хорошая температура не было сильной жары ну а в сентябре решила лет отыграться и высокой влажности жарко и вот уже октябрь и мы до сих пор никак не можем охладиться но когда вот так погода затягивает за жарой бывают такие дни что моменты что зима приходит за один день вот утром можно уйти в сандалиях на работу вечером уже нужно одевать сапоги ботинки и куртку вот так может резко упасть температура ну ладно что то я сегодня не о том хочу вам рассказать показать мои продвижение по вышивке сложная красавица не хочет она у меня показываться то света мало то света чересчур много лен просвечивает ну и не знаю как вам показать эту красотку буду подкладывать схему и вам показывать уже какие-то детали сейчас хочу показать немножко схему чтобы вам было понятно но я думаю вам в принципе так видно вы же буквально минуточку назад видели с какого момента я начинаю мою вышивку ну и вот то что я вышивала на этой неделе кажется вроде бы немного но это поверьте один из самых сложных участков я не считала сколько здесь у меня получилось вышить может быть чуть чуть побольше чем тысячу крестиков но здесь очень часто менялась нитка здесь очень много пропусков под бисер и и так как я говорила что здесь сложный лен поверьте этот участок мне дался очень сложно я вот буквально за вечер успевала вышить вот такое маленькое пятнышко мне даже так обидно было ну как же так я весь вечер сижу вышиваю столько времени а тут всего ничего вот такое пятнышко но самое главное что все таки терпение моего хватило и все таки вот этот красивый цветочный пояс я завершила дальше жизнь моя будет полегче вот здесь еще тоже будет этот цветочный пояс такой кусочек остался повыше жизнь мне немножко будет полегче потому что идет зашивка юбки а юбка зашивается белым и ну таким светло-сереньким цветом практически два цвета ну еще тут третий третий цвет есть но его мало не такой сложный участок как вот здесь где по два по три крестика я буквально вышивала одним цветом и пришлось закрепляться один будет три цвета причем они вышиваются практически сплошняком ну как говорила вот здесь еще заколдованное место и кусочек маленький вот здесь ну девушка не знаю как будет вышиваться по крайней мере вот это белое платье вышивается в принципе легко главное считать переплетение и не избиваться ну вот вышила я сложный участок мне полегчало я вижу что продвигаюсь я к финишу это меня радует ну и так как начались совместные проекты наши два совместных проекта мои любимые коты 3 и моя зима конечно я буду им больше времени уделять но решила так раз в неделю хотя бы один день брать миробилию и вышивать сколько смогу один-два дня это у меня будет обязательный процесс потому что яду планирую до конца года все-таки и завершить и это возможно самое самое сложное я выше мне кажется что дальше будет идти уже все более менее нормально поэтому один день недели у меня должно быть обязательно миробилия я прям буду писать себе и и в планы вот такой у меня план ну что тут еще сказать красиво пока конечно вам мало что видно и она у меня вся скрученная здесь отрез основы большой 50 на 70 работа тоже будет большая по схеме я буквально вот-вот перевалила за половину представляете вот стрелочка что здесь у нас половина работы дальше там конечно вышивки не так много и не такой сложный там девушка и какой-то фон но тем не менее представляете какая большая будет работа отрез как я и сказала 50 на 70 пусть не полная зашивка но это сложная работа ну что тут можно еще сказать вся красота перед вами конечно большая часть ткани закручены не видно какая там красивая юбка но даже вот этот участок где столько много разных цветочков я думаю это тоже уже создает красоту вот это место на камеру смотрится очень странно но здесь очень много пропусков под бисер и разные 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 камушки поэтому когда все вышлется все пришьется вот тогда работа действительно проявить себя в полной красоте я конечно в предвкушении здесь только пропусков под бисер она должна вся сверкать блестеть и ну тоже невеста конечно она должна быть шикарной вот и работа дизайн шикарный дорогой дизайн здесь много материалов и знаете так как я миробилия особо-то не вышиваю да вообще не вышиваю это моя единственная и она меня покорила эта красавица я все купила по ключу так сказать раскошелилась и вот теперь уже два года с ней бьюсь никак не могу ее завершить но я думаю я справлюсь я справлюсь но теперь у меня появились все шансы и надежды все-таки завершить эту работу в этом году так как я завершила самые самые сложные участки вот этот пояс и останется еще вот здесь маленький маленький кусочек я надеюсь что в этом году все-таки я справлюсь с этой красавицы здесь мне больше вам рассказать показать нечего перейдем к следующим работам 1 октября у нас начались два совместных проекта это моя зима и мои любимые коты 3 третий сезон в моей зиме я заявила 3 проекта два из которых у меня уже начаты и один это будет новый набор конечно же я начинаю с начатых процессов к тому же они долгожданные любимые и самый-самый любимый на данный момент это в моем дворике кастом крафт вот такие вот птички на еловой ветке с шишками заснеженная ветка идет снегу вот такая зимняя красота размер работы 50 на 36 сантиметров большая достаточно работа вышивается на иди 14 каунта это оригинальный набор кастом крафт и этот набор у меня этот процесс был запланирован на этот год ну и так как у нас уже сложилось с девочками дружная компания участница совместных проектов мы в общем-то тем всегда хватает чтобы организовать еще совместный проект и из 1 октября я с огромной радостью взялась за этот дизайн и знаете набросился не просто как голодная хотя и времени было мало но тем не менее я вот кое-что все таки успела вышить ставлю вам картиночку как выглядела моя работа заявленная в совместном проекте ну и то что у меня получилось перед вами до вышита здесь буквально ну совсем совсем чуть-чуть маленький уголочек но как же мне все это нравится вот я вам покажу схемку я начала с нижнего правого угла это мое любимое место для стартов могу с левого начать но больше не нравится справа вот желтым то что у меня было выше то и вот таким вот розовым то что я повышевала вчера позавчера ну позавчера вообще у меня был не вышивальный день я вышила здесь буквально крестиков может быть 170 и в конце моей работы сидела смотрела на эти 170 крестиков и сама себе удивлялась как это я так за целый вечер всего лишь 170 крестиков ну не знаю уставшая было дел было много не могу понять как у меня так получилось мало возможно знаете когда вливаешься в новый процесс нужно какое-то время разобраться на каком моменте остановился как нитки как организация и может быть поэтому у меня процесс пошел медленно но вот вчера я вышивала уже как-то повеселее пошустрее в основном работой вы обратили внимание в зеленых цветах здесь и фон зеленые елка зеленая белого и цветных там птичек совсем мало в основном все зелень зелень ну что я вам хочу сказать как красиво здесь подобраны цвета вот все зеленое но не так переливаются здесь настолько живые краски вот этих вкрапления снежинок белосерых очень все гармонично не знаю я в полном восторге от этого процесса здесь каждая шишечка каждая иголочка пропитана светом и я уже вот чувствую вот этот свет струящийся сквозь сквозь эту ветку не знаю я влюблена в этот дизайн очень-очень-очень и не конечно же у меня сейчас настроение продвигать его в работе у меня здесь девять листов шесть полных три дополнительных листочка это вот такие листы они чуточку поменьше но тоже видите достаточно много здесь работы вышиваю я по бумажке я как-то все не решусь на сагу только потому что мне некуда ставить телефон вот если вышивать телефон или сплошет куда его ставить вот куда я не могу чтобы он у меня находился в другой плоскости мне нужно чтобы вот прям вот здесь вот так была схема перед глазами чтобы я ее видела поэтому неудобно по схеме и как я вышиваю мой кастом кравц вначале я пробовала вышивать парковкой но поняла что парковка мне неудобно почему потому что есть дизайны которые выдержанные в одной цветовой гамме вот как в моем случае в зеленом и когда вышиваешь парковкой нужно пройтись сделать ряд полукрестика справа налево полностью вышить все полукрестики всеми цветами которые есть и потом их поочередно закрывать вот когда разные ниточки используются тогда видно хорошо как нужно закрывать эти полукрестики когда тут все зеленые поверьте приходится считать и вперед и назад и получается дольше ну что я имею ввиду считать вперед и назад просчитывать сколько полукрестика закрывать с лево направо в обратную сторону это очень долго и неудобно вот поэтому я решила парковка не вышивать бывает запутаешься не тем не тем цветом закроешь не туда припаркуешь они похожи вечером плохо видно отличия в оттенках каких-то и потом понимая что есть ошибка нужно что-то исправлять поэтому я вышиваю по цветам но в определенном участке я выбираю себе к примеру три-четыре клеточки вверх беру один значок и полностью его в этом участке вышивая паркую нитку беру следующий значок и вот так значок за значком только на определенном небольшом участке вышивая стараюсь по сторонам не бегать если я начинал ходить потом я забываю какой значок у меня где-то вышит нужно потом опять считать а так я не отмечаю каждый значок я вышиваю область и все было закрашиваю могу отметить какой-то значок если я уже позволила себе и залезла другую сторону либо его совсем мало и стараюсь конечно выбирать те значки которых вначале мало два-три там четыре значка в день разбросаны чтобы зашить потом протяжки вот поэтому я стараюсь брать сначала значки которые мало встречаются на участке а потом брать уже другой цвет и зашивать ну конечно каждый участок у меня вышивается немножко по-разному бывают такие моменты что я немножко иду и парковка какие-то участки если там разные совсем уж цвета ниток ну пока вышивается нормально я довольна сильно тут пока страшного ничего нет хотя девочки говорят что весь вся сложность шишках и я сейчас к ним подбираюсь подбираюсь и подбираюсь с огромным интересом и любопытством я хочу чтобы на моей конве уже эти шишки появились и радовали меня своей красотой вот у меня здесь также есть магнитик вот такой чижик у меня есть вот такой магнитик чижик так тут у меня иголки все в процессе вот который этот магнитик от димней вишни да 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 димней вишни он меня здесь так радует помогает мне создавать вот это вот новогоднее настроение зимнее настроение точнее даже не новогоднее а зимнее настроение вот такой красивый чиж одела мою работу я на маленькие кюснапы эта работа у меня побывала на большой раме на больших кюснапах и вот сейчас она на маленьких кюснапах потому что опять все занято и думала-думала и решила пока сюда а потом уже разберемся в принципе и на небольших кюснапах ее можно вышивать ну вот в данном участке мне было не очень удобно потому что здесь вот это крепление ну а в целом в целом мне все понравилось нитки здесь очень очень классного цвета так нитки здесь очень хорошего качества много зеленых конечно же которые я обожаю зеленый цвет очень люблю зеленый цвет посмотрите какой насыщенный 890 904 это нитки дмс все подписано пока они еще у меня не сильно запутались потому что все всеми ниточками я еще не вышивала и в принципе процесс у меня на начальной стадии планшетки здесь тоненькие они хлипенькие но пока я ими пользуюсь а для парковки игл у меня органайзер пака для игл вот такая вторая планшетка здесь много черных видите здесь много тоже черного и зеленого и вот еще зеленый 33-45 тоже очень приятный немножко желтый посмотрите синего совсем чуть-чуть это на птичку на одну красного вот других цветов конечно мало вот серый есть еще вот такой зеленый есть видите тоже интересный но в основном зеленая работа зеленая работа мне нравится мне все нравится и нитки и цвета и сюжет у меня моя зима вот такая снежная пушистая и чтобы птички за окном щебетали вот такая красота вот что у меня вышивалось на этой неделе ну и еще один процесс и еще один процесс которым я занималась на этой неделе это мои пионы но на самом деле здесь у меня совсем небольшие продвижения потому что вышивала в основном по утрам по одной ниточке как говорится ну кое-что у меня уже нарисовалось это вот эти пионы которые сбоку они потихонечку вышиваются нужно еще уделить немножко времени один-два дня и я их завершу ну скорее всего нужно взять повышевать один вечер заняться этими пионами и тогда уже здесь картина проявиться на самом деле я своим подбором довольна цветы получаются очень-очень красивые ну видно вот здесь да где уже выполнен бэкстич здесь пока кресики то не дошиты еще сложно понять что получается но я сверяюсь с отшивом на стич су у девочек кто вышивал по оригинальному набору в принципе все-все очень гармонично ну и процесс идет легко в удовольствие я думаю что это такой хороший претендент на финиш в октябре но о планах мы поговорим скорее всего в следующем видео в этом я хочу подвести итоги этой недели неделя была у меня не очень-то вышивальная не очень рукодельная но тем не менее что есть то есть как получилось я и этому рада знаете бывают дни которые загруженные работая бывает что-то полегче эта неделя у меня была конечно такая сложная много работы много домашних дел да и вообще очень жарко тоже не сильно располагает к вышивке и вот как я уже говорила завтра едем на море октябрь месяц на этом в общем то я хочу завершить это видео вставлю вам еще несколько кадров из наших прогулок покажу может быть что-то интересное солнечное передам вам немножко тепла ну и увидимся с вами в следующих видео до новых встреч и всем пока-пока сегодня приехали опять к акрополю сегодня воскресенье припарковались и вот здесь на стоянке вот такие вот растения это какой-то подвид алоэ огромные-огромные кусты они выпускают вот такую большую стрелку которая цветет но сейчас осень и они уже засохли весной это дело все происходит цветение и сейчас их будут потихоньку срубать вот видите листы они нет у них сока как у алоэ но очень похоже растение на алоэ называется бессмертник всем привет сегодня воскресенье приехали к акрополю на пробежку здесь с другой стороны акрополя есть парк называется филопапу он очень большой и очень-очень здесь красиво деревья оливковые сосны такие дорожки много людей сегодня очень жарко плюс двадцать восемь можно было бы ехать на море но муж уже надоело море извините за прелесное дыхание мы бегом поэтому конечно же немножко немножко уже подустали ну ладно сделала такую вставку потому что здесь очень красивое место и мы побежали дальше вот показываю вам ландшафт с сверху мы уже поднялись и вот здесь мы видим именно тот ландшафт который практически не изменился за последние две с половиной тысячи лет вот потому что здесь шла выработка камней для каких-то строений афин афинских домов была какая-то речушка единственное что здесь добавили новые архитекторы это пешеходные дорожки которые вот просто ограждены кирпичиком и можно их видеть ну какие-то ограждения поставили укрепления в общем-то ландшафт как был так его постарались сохранить ну и вдалеке не знаю видно вам или нет видны афины виден район перья там где у нас порт ну море немножко горы вот такой ландшафт ну а мы дальше продолжаем наш сегодняшний путь побежим вот по той дорожке а дальше будем пить кофе а а а а Продолжение следует...